Сейчас включу запись, чтобы у нас сохранилось наше все это дело. Я посмотрю, Дьякова пустили, Алексея, сюда или нет. Есть, да? Все, спасибо, Алексей, добрый вечер. Вас тоже пустили сюда. Если у вас есть какое-то видео, загружайте, я пока начну вебинар. Так, о чем мы сегодня с вами будем говорить, дорогие друзья? Ну, как видите, процесс идет очень активно. Комментариев много на разных других чатах, сайтах и вообще информационно. Я не берусь сегодня это как бы обновлять или какие-то новости туда договаривать. Просто хочу сказать, что настолько интенсивно идут процессы, что просто вот я недавно, вчера буквально проводил, извиняюсь, позавчера проводил мероприятие в Хельсинки, и мы там как бы беседовали, были новые люди из русских, которые в Финляндии обосновались, работают там уже как бы постоянно в фирмах. Вот, они задавали вопросы, и меня попросили уже те, кто постоянно захаживает на семинары, попросили показать вот логику, которая произошла за период с 2015 года, вот буквально в ближайшее время, по мероприятию, которое проходило в Индии, на выставке «Умный город Индии». Вот, и ребята, которые туда пришли, они были потрясены, в общем-то они не простые, они, в общем-то, технологи, понимают в том, что значит что-то строить. По одному образованию они технологи машиностроения, по другой сейчас вынуждены работать как специалисты в установке и отрегулировке различных металлоконструкций на предприятиях там. Вот, поэтому они сказали, что это очень интенсивное развитие, поддержали и сказали, что нам это вполне достаточно, мы действительно сейчас готовы подключиться к этому проекту, как инвесторы в первую очередь. И их очень заинтересовало то, чтобы стать и одновременно еще, кроме того, что инвесторами, еще посмотреть возможности бизнеса. Но это уже другая история, это не наши вопросы с вами сегодня, по крайней мере. Это такая небольшая новость. Теперь хочу сказать, что очень сильно сейчас в странах Европы происходит реклама, скажем так, наработок гиперлупа. Эти различные варианты здесь раскручиваются, визионируются, значит, делаются различные прогнозы и так далее, что могло бы быть в Европе. Вот, и идет раскрупка полная. Я обратился к своим финским коллегам, говорю, ну вот как вы это прокомментируете, что на пустом месте практически идет размахивание картонными комбинациями. Они говорят, вы знаете, мы тут сидели, думали и прикинули, и ничего умнее не придумали, что, скорее всего, это связано с тем, что, например, в Финляндии очень заинтересовано получить себе возможности выпуска аккумуляторов для автомашин Тесла. И, скорее всего, вот разница, потому что там даже премьер-министр Финляндии засуетился и, в общем-то, в прессе там не совсем открыто так через интервью высказывает мысли, что да, это очень хороший проект, это самое совершенное транспортное средство ближайшего времени. Вот. И проанализировали, и вот я так думаю, что, скорее всего, они правы, когда говорят, что есть некие другие интересы, и поэтому людям подают это вот достаточно как бы свежей идеей. Это, конечно, говорит еще и о том, что мы тратим, или, скорее всего, вообще не тратим средств и времени на то, чтобы, скажем, как-то выходить, ну, по международным меркам на рынки этой технологии, ее подавать. Тут есть свои причины. Это наша такая, как бы, в головной компании концепция, что мы раньше не развиваем усиленно эту работу, тем более вот в европейских странах, пока сертификация не будет в определенной такой фазе, когда это можно будет просто интенсивно подавать. Но это требует средств. У нас нет производства автомобилей Tesla. Мы не сдаем и не продаемся различным большим корпорациям под их, как бы, ну, рекламные ролики, под рекламу. Поэтому мы делаем сами этот проект. И от этого, по всей вероятности, не по всей вероятности, от этого и зависит то, как мы выходим. У нас концепция выхода на рынок другая. То есть мы осваиваем определенные мощные рынки, на которых выходим уже с решениями адресных проектов. Наглядный пример тому Австралия, наглядный пример тому Индия. По всей вероятности будут еще сюда подключаться страны Персидского залива, значит, страны Ближнего и Дальнего Востока, страны, значит, Кавказские страны, При Кавказе и так далее. Но это все повседневная работа. От этого зависит наше благополучие, нашего проекта и наше, естественно, благополучие. Но о чем бы я хотел сегодня вам рассказать и как бы еще раз повернуть лицо инвесторов, ваше лицо, кто вы здесь есть. Вы тоже инвесторы, я полагаю. Вы заинтересованы в развитии проекта, поэтому напомню вам, что от того, насколько мы сами знаем о проекте, зависит его благополучие и то, насколько достоверно мы передаем информацию. Не передавайте никогда. Мы об этом уже говорили на вебинарах. Я сегодня просто умственно повторюсь, без всяких тут картинок и рассказов на схемах, что не передавайте той информации, в которой вы не уверены. Даже я, значит, старый конь, если так можно сказать, споткнулся. И мы сейчас... Я вам покажу, где я споткнулся, полагаясь на сообразительность, полагаясь на... Это я не оправдываюсь, я просто говорю, что полагаясь на то, что люди как бы... Ну, соображают, о чем идет речь. Но получилось так, что из многих структур, из Германии, из Нидерландов, начали говорить, а что это вы нас обманываете? Начали разбираться. И сейчас я вам покажу, в чем суть вопроса. Смотрите. Значит, мы всегда с вами говорили и говорим, что для упрощенного счета здесь приведено такой-то акционерный капитал Global Transport Investment. Он разделяется на 70 и на 30 процентов. Причем 70 процентов это акции А, простые акции. И Б акции это привилегированные акции в 30 процентов. И исходя из этого было сказано, что 15 процентов было выдано для акционерного капитала, как вклад в акционерный капитал в Евразию Rail Skyway Systems Holding. И условно показали, что 60 миллиардов и 70 процентов от этого акционерного капитала и 15 процентов, то есть вторая половина привилегированных акций, это в собственности Unicor Corporation. Вроде все просто и считается, теперь что получается. Значит, как только половина из этих акций, минус одна акция, были исчерпаны в процессе залога и гарантии под инвестиции, которые осуществляются, вы знаете, и мы об этом говорили, было создано Евразия Rail Skyway Systems Holding 2 за счет акций Unicor Corporation. И вдруг появляется запись, что вот, 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 смотрите, у нас 60 миллиардов, а там написано 73 миллиарда, и так далее, и так далее. Я, значит, быстро начал разбираться, смотреть документы, и вот вам следующая картинка, дорогие друзья. Смотрите, что получается. У нас получается такая история, что фактически теперь, как только мы начинаем смотреть реальные цифры, все прекрасно срастается, все получается. Смотрите, фактически акционерный капитал, это с 400 миллиардов, 867 миллионов, 433 тысячи долларов, и столько же, нет, столько долларов. Из них А акций 70%, и это на 267 миллиардов, 243 миллиона, 955 тысяч, 334 акций, и в долларах столько же долларов. И Б акций на 133 миллиарда, 622 тысячи, 477 тысяч, 666 акций. Это 30% от этой суммы. 30%. Не то, что мы говорили, мы говорили для простоты, пока у нас было только одно акционерное общество, для простоты, и все было окей. Теперь смотрим, а что же у нас здесь? А здесь у нас получается, что да, сюда 15%, это 60 миллиардов, 130 миллионов, 114 тысяч, 950 акций. Минус одна акция, половина, делим это на половину, минус одна акция, они уже исчерпаны под залог, под инвестиции. осталось, чтобы не потерять контроль, и если посмотреть правильно в меморандуме, который есть, я сейчас к нему приду, и мы все там посмотрим, вот, то пришлось создавать, и нужно было создавать, вторую компанию, Евразия, на первую компанию, на первую компанию, использовались привилегированные, Анатолий Эдуардович выделил, как акционер и здесь, и здесь, он выделил все привилегированные акции, которые здесь оставались, и это 73 миллиарда, 492 тысячи 362 миллиона, 362 тысячи 716, что вы увидите на документах, которые у нас есть, видите здесь, 60 миллиардов 130 миллионов, 73 миллиарда 492 миллиона, и так далее, и так далее, то есть, это все соответствует действительности, теперь, мы начинаем это понимать, только лишь тогда, когда внимательно смотрим, то есть, понятна логика, да, я здесь вам показал, фактические цифры, и тогда начинаем смотреть дальше, но этих вопросов, ни у кого не было бы, и фактически, скажем, если бы люди сами смотрели, в меморандум, а что такое меморандум, в личном кабинете, в котором у нас есть, сегодня еще, по крайней мере, в капитал, в личном кабинете, кто-то может придраться, да, такой вот дотошный товарищ, или господин, или госпожа, может мне сказать, что, да, я смотрел, и я смотрел, сегодня, смотрел, личный кабинет, там доступ есть к меморандуму, который меморандум 2016 года, самого свежего, меморандума нет, пока не успели его загрузить, не в наш, и я полагаю, что в RSV Systems, и в головной компании, его тоже пока нет, вот, и там нету, Евразия, RSV Systems, Holding 2, но тем не менее, все остальное, все правильно, там должна быть еще, так называемое, создание вот этой компании, этот документ, который подтверждает передачу акций, из, Юнистский Корпорейшн, вот этих, да, вот этих, 18,33% передачи и учреждения, Евразия, на RSV Systems Holding 2, чтобы теперь для инвестиций, под залог инвестиций, использовать, вот из этой суммы, из этой суммы акций, использовать половину минус одна акция, половина плюс одна акция, и здесь половина плюс одна акция, будут использованы для того, чтобы вывести все акции на IPO, и предложить сказать, что вот, смотрите, у нас есть уже акции, которые внутри, в процессе инвестиций распределены, это дает еще плюс, определенный плюс при выводе на международный рынок, между прочим, теперь предлагается вторая часть, или предлагаются свободные акции, иначе что компания предложит, ведь компания Global Transport Investment, она не может ничего другого, вернее, нашу акцию она не может предлагать на рынок, сказать, что слушай, вот уважаемый рынок международный, я предлагаю акции Владимира Маслова, который на него, как бы, в его портфеле находится в компании, Евразия НРЭЛС КВСИСТИМС, Холдинг 2, нет, только свободные предлагаются, и это аудиторами проверяется, поэтому здесь не все так просто, как нам иногда кажется, вернемся обратно к меморандуму, дорогие друзья, смотрите, что здесь у нас получается, что такое, какова цель вообще меморандума, я возвращаю вас, вы не пугайтесь, когда вы начинаете его смотреть, там вначале идет на русском, потом идет на английском языке, там есть переводы на английском, и где вы не понимаете, спрашивайте, но разбирайте, чтобы вы были компетентны, цель меморандума, в целом, вот этого документа, дать инвестору, инвестору, а не кому-то, кто собирается стать инвестором, присматривается, мне только сегодня звонили, с одного государства, не буду называть откуда, звонили и говорят, Владимир Марков, вы знаете, тут есть крупнейший инвестор, мы когда-то с ним делали бизнес, вот, и он хочет очень сильно посмотреть, я говорю, пожалуйста, но отсылать ничего нельзя, я не могу ничего присылать, хоть у меня и есть, вот, пожалуйста, открывайте скайп, приглашайте его к компьютеру, показывайте в своем личном кабинете ему, меморандум, и все докажете ему, что его интересует, все остальное потом, чтобы человек может по-разному понять, потому что меморандум, это четко отработанный документ, поэтому еще раз повторяю, дать инвестору, инвестору, с того момента, как только человек проинвестировал, у него появляется возможность, до этого он знакомится, и, скажем так, входит в то, что он обретает, описание юридической, причем он становится инвестором, не с того момента, когда он, а с того момента, когда он зарегистрировался, он готовится стать инвестором, у него есть возможность ознакомиться с тем же самым документом, который называется меморандум, Описание фактических меморандумов – это описание юридической и организационной структуры проекта SkyWay. Проекта SkyWay в целом. Отчего создание экотехнопарка, вывод технологии – это является первыми шагами проекта SkyWay. Таким образом, это такова цель меморандума. Повторяю. Второе. Цель проекта SkyWay, на который здесь идет, это создание современной и высокоэффективной транспортной системы второго уровня и ее вывод на мировой рынок. Вот какова цель этого проекта. Все остальное – домыслы. Поэтому не надо нигде ничего лишнего говорить. Пожалуйста, обращайтесь к тому, это практически моя, как бы, укороченная, я укоротил вот суть, но она фактически точно такая же. Я сегодня и сверху посмотрел, снизу посмотрел, сбоку посмотрел. Все корректно. То есть я тоже, дорогие друзья, с вами вместе учусь и привожу в порядок. Потому что у нас впереди непростой процесс. Чем мы мощнее становимся, чем дальше и, ну, как бы, чем глубже мы входим с этим проектом в его реализационную фазу, тем больше начинается приглядываться к нам, начинают придираться люди и так далее. Цели разные. Поэтому нам надо быть с каждым шагом. Желательно было бы 10 шагов назад быть более корректными, но давайте начнем хотя бы с этого шага становиться корректнее, более компетентными. Цель проекта мы обсудили. Теперь меморандум и его информация предназначены, я повторюсь, только для инвестора, без передачи третьим лицам, его используем в каких-либо личных целях, отвлеченно от целей проекта. Что это значит? Я это понимаю, как я понимаю, мой комментарий, я это понимаю таким образом, что я, я говорю относительно себя, я не имею права взять меморандум и начинать давать ему какие-то свои трактовки в целях того, в личных целях, чтобы привлечь Иванова, который сидит передо мной и заморочить ему мозги и как бы вот увести его в фокус, в сторону и склонить его к тому, чтобы он инвестировал в проект. Потому что мне это выгодно. И вы догадывались, по каким причинам мне это выгодно. Потому что я его подпишу под себя. Не важно. Ладно, я подпишу под свою структуру. Но тем не менее, у меня корыстный интерес есть. И это можно по-разному страктовать. Понимаете, да? Но другая сторона удела. Вы скажете, а как же тогда делать? Я говорю, очень просто. Показывайте ему меморандум, говорите, там написано, задавай вопросы. Когда он задает вопросы, вы говорите, я понимаю, это таким образом. Все. Но не передергивайте, не склоняйте. Это какие-то вот личных целях, чтобы обязательно вот он бы, Иванов, к этому делу привлекся и вошел. Ведь это же так здорово. Эмоции мои меня захлестывают. Я любыми правдами и неправдами хочу его привлечь. Нет, дорогие друзья. Давайте быть конкретными. Поэтому четко представляете теперь, я здесь отдельно вывел, что Евразин, Рейлс Кави Системс Холдинг, компания, в которой 15% внесено акционерным капиталом от акций, привилегированных акций. Так, 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 так. Я сейчас посмотрю, там вопросы возникли. Одну минуточку. Значит, что тут у нас спрашивают? Вопрос. Дивиденды будут начисляться на... Конечно. Конечно, да, да, да. На все будет начисляться на Б акции. Значит, смотрите. Дело в том, что я когда-то говорил вам, это мое предположение, это мое предположение, нигде вы это не вычитаете. Вы правильно задали, Виктория, вопрос. Дивиденды по закону. И там, кстати, в меморандуме, в уставе написано и той, и другой компании. И у Юнистский Корпорейшн, и у Евразин Рейлс Кави Системс Холдинга тоже написано. И написано, и Евразин теперь уже перешло из корпорейшн, они передали как собственность в акционерный капитал Евразин Рейлс Кави Системс Холдинга 2. То и там сейчас должно быть написано, пока мы не можем это показать, его нету, так? Вот. И в связи с этим на все, как бы на все 133 миллиарда акций должны быть дивиденды, которые, вернее, 20% от прибыли, которую получит или получает Global Transport Investment, не куда, не откладывая, должны перечислить сюда. Если это 100 миллионов, то это 20 миллионов надо отдать и распределить на все акции 133 миллиарда акций. Но до тех пор, пока, помните, да, в одной компании или из 60 миллиардов там с чем-то, да, из 60 миллиардов 130 миллионов половина минус одна акция персональны, все остальные принадлежат самой компании. То обычно, обычно у владельцев, чтобы, ну, как бы сохранить интерес, сохранить лояльность к акционерам, они не берут в компанию это, а раздают, как бы сумму делят на дивидендов. Допустим, Евразия, Рейлс Кави Системс Холдинг пойдет не на 60, миллиардов, а на 30 там с чем-то минус одна акция. Понятно, да, мысль? Мы это проходили, вот тут я участвовал во многих компаниях, такое обычное дело. И об этом неоднократно Анатолий Довардович говорит. Второе. Евразия, Рейлс Кави Системс Холдинг 2, здесь будет половина минус одна акция. Вопрос только в том, когда эти дивиденды будут выдаваться? Когда еще половина плюс одна акция принадлежат учредителю или же когда это будет выведено уже на мировую биржу? Когда это будет выведено на мировую биржу, тогда уже выдаются всем тем, кому они принадлежат, ну, в равной доле. Вот. Акции на мировую биржу или на... Нет. Дивиденды, значит, 20 привилегированы только на 133 миллиарда. Остальное уже принимается иначе решение. Мы обладаем привилегированными... Не мы обладаем, Татьяна Кэм, не мы обладаем привилегированными акциями или простыми. Мы... Евразия, Рейлс Кави Системс Холдинг обладает привилегированными акциями. Евразия, Рейлс Кави Системс Холдинг 2 тоже обладает привилегированными акциями. И это... Но эти обе, каждая из этих компаний, они абсолютно, ну, как бы, идентичны. И они имеют право и все возможности получить вот эти привилегированные акции. Они выпустили, каждая из них выпустили простые акции. Но поскольку у них нет другой деятельности, то эти привилегии распространяются и на нас. Понятно, да? Потому что у каждой из этих двух компаний, у каждой из этих двух компаний простые акции выпущены. Так, импульсируемые. Мне из корневой компании пришла выписка из реестра в графе имя. Написано имя, отчество. Нужно имя и фамилия. Грубая ошибка, ведь это юридический документ. Нет, вы знаете, дорогие, значит, Нина... Ну, Нина, одним словом, кто тут непонятно у вас на этом сам, что исправить. Спасибо. Я уже говорил, вы, наверное, просто не помните, кто-то помнит. Я помню. Я уже кое-что помню, кое-что не помню. Но это я точно помню, что когда беседовал с держателем или как бы с администратором регистром, я ему задал такой вопрос. Скажите, какие данные являются самыми главными, на ваш взгляд? Или по закону и по правилам. Он сказал, вы знаете, что можно сменить? Фамилию можно сменить. Имя можно сменить. Отчество не сменишь в русском тексте, но это только в России. Теперь, значит, место проживания можно сменить, паспорт можно сменить. Но нельзя сменить двух вещей. Нельзя сменить место рождения и нельзя изменить дату рождения точную. Поэтому не час, а именно день и месяц и год. Поэтому это самый важный как бы данный. Но в вашем случае, да, вы можете написать в техподдержку и как бы походотайствовать, чтобы вам исправили эти вещи. Непонятно по поводу акций. Грубая ошибка. Ну, да. Что непонятно по поводу акций, Татьяна? Мы имеем акционеры, которые стали акционерами, инвесторы. Мы имеем простые акции. Татьяна, я же сказал, будьте внимательны. Простые акции этих компаний. Этой компании и этой компании. Кто, где имеет. Может быть, кто-то я и уже имею и в этой, и в этой. В принципе, большинство из вас имеют здесь и здесь. Простые акции. Но на них распространяются привилегии, скажем, все условия. Потому что эти компании, они получат дивиденды из головной компании. И у них другой деятельности нет. Все эти дивиденды, соответственно, являются прибылью этих компаний. И они 100% делят на тех, кто мы там есть, акционеры. Вот и все. Понятна логика. Какая стоимость в долларном эквиваленте одной доли? Нет доли, друзья. Забудьте про доли. Значит, будем корректны. Почитайте. Значит, доля – это неправильный перевод с английского языка. Акция – правильный перевод. Skyway сегодня. Лидия. Есть две стоимости акции. В долларном, не в долларном эквиваленте. Четко. В уставе сказано, стоимость одной акции номинальная, стоимость – один доллар. Рынка сегодня нет. Вот и весь ответ. Светлана, сколько же мы должны реализовать, чтобы… Чего реализовать? Чтобы закрылись корневые. Корневые, то есть вы хотите сказать, что… Ну, я примерно загадываю, что вы имеете в виду, чтобы реализовались половина этих акций, минус одна акция. Вот столько и надо, смотрите. Это 40… Там сколько там? Ну, 70-60. Разделите, значит, 73 пополам. Условно говоря, миллиарда тут с миллионами, да. Получится 36-700 там с чем-то, да. 36-800 почти. 36 миллиардов 800. Условно говоря, ну вот 36 миллиардов еще надо реализовать, как бы под инвестиции. Как раз мы закончим эко-технопарк и кое-что еще сделаем. Акции не продаются, Евгений. Акции уже с прошлого года, акции выдаются под залог. Или как залог, смотрите, да, здесь видно. Акции – это залог и гарантия инвестиций, которые люди проводят. Почитайте документы, там все написано, дорогие друзья. Мы пользуемся старыми выражениями. Это тоже говорит о том, что мы не четко все знаем. А сколько на нами проданы акции? Ну, в реестре надо спросить. Это конфиденциальная информация. Здесь мы знаем, что в этой не продано, а реализовано, отдана в залог. И мы приобрели, или люди приобрели, и здесь 50% минус одна акция. Посчитайте. И здесь сейчас процесс идет. Вот мой ответ вам. Акции, они становятся, когда выходят на рынок. Нет, дорогие друзья, значит, Татьяна Кэ. То, что вам Тарасов объяснял, значит, не знаю, откуда он это берет. Вот в европейском и в международном понимании акциями они становятся сразу, когда они, компании, выпускаются. Но они не являются товаром. Вот вся разница. Понятно, да? Акции. Иначе как вы, что? Дольщик вы, что ли, в компании? Вы не дольщик. Вы акционер компании. Другого понятия нету в русском языке. Нет, Татьяна Кэ, они не доли пока. Если вам удобнее, пользуйтесь словом доли. А я говорю вам так, как она есть фактически. Я уже 25 лет, это больше даже здесь знаю. Так что. До выхода на рынок акции называются шерами. Да называйте вы их как хотите. Есть русское слово акция. А после выхода нет, дорогие друзья, никакие они не шеры. По-русски они так и называются, Ирина, акции. Ладно. Суть не в этом. Назови ты ее как хочешь. Фактически, значит, почитайте, что у вас написано на сертификате, и вы поймете, что это такое. Нигде там доли не написано. Правда? Перевести можно как угодно. Ну, смотрите, да. Там написано не шеры по-русски, там написано на английском, а это можно и так, и так перевести. И поэтому интерпретаторы это по-разному интерпретируют. Вот я интерпретатор, который интерпретирует, что акции, они есть акции на русском языке. Итак, идем дальше. Есть еще вопросы? Думайте, пишите. Вот дискуссию сейчас пока я закрываю здесь в этом самом. Она ни к чему не приведет, потому что я убежден, и я готов, значит, более глубокой дискуссии это вам доказать. Но это не наша цель сейчас, наши беседы. Идем дальше. То есть, понятно, дорогие друзья, вот мой месседж, или опять английское слово, моя информация вам по этому поводу. Прошу обращать на это внимание и еще раз вернуться обратно, найти время и покопаться, посмотреть, прояснить для себя в документах все, что есть. А я со своей стороны постараюсь, что там в личном кабинете Skyway Capital привели бы эти документы в соответствии с реальной ситуацией, что там сейчас не достает пока. Поэтому показываю, значит, еще раз. Здесь мы видим это по Евразии Нарелос Кави Систенс Холдинг, и это по Евразии Нарелос Кави Систенс Холдинг 2 Лимитед. Показываю еще, что там есть в личном кабинете. В меморандуме мы видим здесь Global Transport Investment, да. Здесь есть сертификат, выданный Юницкой Корпорэйшн, которому принадлежит 267 миллиардов и столько-то миллионов акций класса А. Помните, да? Это вот эти, пардон, извиняюсь, это вот эти акции. Вот, а, 70 процентов, да. И принадлежит ему еще 133, значит, из этих, 133 этих самых, ему принадлежит как бы тоже эти акции. Принадлежали этой корпорации, Юницкой Корпорэйшн. Вот. Далее произошли все сдвиги, и было, значит, четко определено, что у него в его собственности осталось 73 миллиарда 492 миллиона и столько-то тысячи B акций. Вот, что вместе с акциями составляет такую-то величину, 327 миллиардов. Вот. И оттуда, значит, можно тогда выяснить, сколько всего остального. Так, извиняюсь, это номера. Номера. То есть ему принадлежат вот эти акции. И далее есть еще, значит, что Еврайзен Рейл Кави Систем Холдинг, первой, первой компании, что в ней находится, из вот этого акционерного капитала находится 60 миллионов, сколько-то тысяч. Прошу прощения. У меня тут звонок, я не выключил телефон. Вот. Таким образом, это все вы найдете в меморандуме. Все эти документы там есть, дорогие друзья. Далее, значит, просто хочу вам напомнить, что мы говорили с вами о Всемирной Ассоциации. Это очень важное дело. Я повторюсь сегодня. Просто напомню. Всемирная Ассоциация Камир. Ага, так, 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 стоп. Здесь появились вопросы. Сейчас перейдем. Значит, объяснил. Так, доли. Да, выход на рынок акционерами, бог с ним, так. А скоро будет дивиденды. Скоро. Дмитрий. Значит, записи, а то пропустил начало. Владимир, да, будет записи. Родион доли. До конца года будет несколько десятков. Вы знаете, Людмила и, значит, Дмитрий. Я понимаю, меня тоже интересует вопрос получения дивидендов. Но те, кто уже, ну, как бы время от времени ходят на вебинары, я возвращаюсь время от времени к этому вопросу. От чего зависит и когда я получу дивиденды. В том числе и вы, естественно. Ведь что такое дивиденды? Дивиденды – это прибыль. Прибыль, я вам просто отвечу, это прибыль, которую получит Евразин Рейлского Системс Холдинг 2 под те привилегированные акции, которые ей выделены, под 73 миллиарда, 493 миллиона и так далее. И те, прибыль, которую получит Евразин Рейлского Системс Холдинг 2. Откуда это будет? Это будет 20% от прибыли, которая идет на распределение в конце года или по результатам года. Она практически обычно делается в середине следующего или к середине следующего года после аудита. Вот. Если 100 единиц здесь прибыли, 100 миллиардов возьмем, да, у Global Transport Investment, что такое получить 100 миллиардов прибыли Global Transport Investment? Чтобы 20 миллиардов отдать под вот эти привилегированные акции, это значит, что должно быть под 100 миллиардов должно быть как минимум триллион заказов, а 100 миллиардов тогда, соответственно, будут как одна десятая доля или прибыльность 10%. Вот 20 миллиардов получили, разделите на 133 и получите цифру, сколько придется на одну привилегированную акцию. Но эти 20 миллиардов, если это 100 миллиардов была общая прибыль, да, компании, если это 100 миллионов, то это 20 миллионов. Но эти 20 миллионов в первую очередь надо отщепить от прибыли, отдать в эту и в эту компанию, соответственно, пропорционально количеством вот этих и этих акций, да. Разделить. Знаете, как на доли делится? Вот теперь вот здесь долевое деление происходит, да. Вот. И после этого можно посчитать, сколько получится на одну акцию. Я приводил пример там, мы смотрели, как это происходит, значит, реально это или нет, это все реально. Получение одного цента на одну акцию. Это абсолютно нормально. Мы это смотрели на примере Евразия НРСКВС Холдинг, у которого 60 миллиардов акций. Мы смотрели, что надо сделать Global Transport Investment, чтобы каждый акционер получил здесь по одному центу. Вот мой ответ вам. Тогда получим, когда будет прибыль. Здесь надо было 600 миллионов получить, чтобы получить по одному центу. То есть вот это 20 процентов должно было дать сюда 600 миллионов. Мы получим тогда, ну чуть больше 600 миллионов, 130 тысяч, столько-то, значит, долларов на дивиденды, то есть прибыли, которые поступило в эту компанию. Тогда будут дивиденды. Есть с чего платить, понятно, да? А мы там рассматривали, как это происходит. Сегодня я уже не буду повторяться, потому что нет схем, а просто так руками размахивать я не привык. Так, до конца. И мой ответ вам, значит, Дмитрий и Людмила, значит, что или кто там было, значит, что дивиденды получим тогда, когда будет прибыль. И Анатолий Дуарович говорит, Сибиряков повторяет время от времени, что в конце года прибыль будет, вот, и условное распределение прибыли произойдет. Как эта компания сделает, не берусь за них отвечать сейчас, могу только предполагать. Могу предположить, что есть расчетная прибыль, реальные прибыли, достаточно тяжело в компании на первых этапах получать. И во всех таких стартаповских или стартовых проектах прибыль на дивиденды начинают распределять после проистечения 3-5 лет. Хотя бывает и быстрее, если и когда она сюда поступит, когда примется решение, что, значит, вернее, когда здесь накопится и проаудитируется компания, сумма, то какая-то сумма, естественно, на дивиденды пойдет. И это уже вполне реально. Я говорил, что у нас расчетная прибыль уже сейчас есть, но это не та прибыль, которая реальные деньги дает. Надо что-то продать. Это расчетная балансовая прибыль. Но это отдельный разговор, сейчас не будем об этом сильно внимания на это тратить, друзья. До конца года будет несколько десятков дивидендов, это получим с этих адресов. Да, правильно, уже в этом году или нет. Прибыль до конца года, это, понимаете, то есть это средства, которые поступят в этом году, ведь средства поступают тогда, когда проект, адресный проект сделан. Во время строительства там нет прибыли, дорогие друзья. Там, ну, какие-то промежуточные бывают, да, завершается, идет работа, идет поступление, вот, идет поступление средств, Но прибыль обычно делится, и прибыль получается, я извиняюсь, прибыль получается в текущем, но для того, чтобы посчитать, что можно выплатить по дивидендам, это по результатам года обычно делается. Мы с вами говорили, и такая в практике тоже есть, что когда уже процесс получения, поступления прибыли отрабатывается нормально, компания более-менее знает и может прогнозировать процессы, то тогда могут акционеры договориться, или компания может, ну, как бы, как замануху для акционеров, которые еще не купили акции на бирже на мировой, сказать, что да, со следующего года предполагаем, что наша компания или группа компаний или концерн Skyway начнет выплачивать дивиденды по результатам, ежеквартальным результатам или по полугодовым результатам. Принимается решение общего собрания, правления этой компании, вот, и тогда это отсылается протокол на биржу, подтверждается, что это так делается, и начинают думать, когда смотрят, ага, чей приобрести на бирже, чей акции, о, смотрите, Skyway через каждый полгода или через каждый квартал по результатам квартала выплачивает дивиденды. Отлично, это очень привлекает, это практика такая есть. Сегодня пока, ну, как бы, можем только говорить то, что написано в уставе, а в уставе написано, что по результатам года. Здесь на венчур, кто к ним относится? Инвестфонды, специализирующие на венчурных инвестициях, кто к ним относится? Все те фонды, которые специализируются на этих инвестициях. В данном случае есть фонды, которые набирают портфель различных инвестиций, которые венчурные. Это те проекты, которые, у которых риски большие. Но, как правило, венчурным проектом называется такой проект, у которого 50, можно сказать так, 50 на 50. Есть вариант, что прогорит этот проект, есть вариант, что он выйдет в проект. И вот люди смотрят, это считается венчурным проектом. Но обычно у венчурного проекта есть еще одно свойство. Он привлекателен чем? Он привлекателен тем, что там есть и большие выгоды. Такие проекты и называются венчурными. Я сейчас не буду вдаваться в то, что наш проект по многим параметрам венчурный, но он переходит уже, как бы начинает выходить шаг за шагом из этой категории. Авансовые платежи с адресных проектов будут направляться на инвестирование ТП или на другие цели? Евгений, хороший вопрос. Авансовые или так называемые предоплаты обычно, они называются предоплатные. Там есть такое условие. Если вы посмотрите, я уже говорил об этом, если вы посмотрите бизнес-план и описание 15 этапов, то на девятом этапе, на котором мы находимся, есть такой пункт, что ведение переговоров и привлечение финансовых средств за счет предоплат из начатых проектов. Там такое есть. Поэтому я сегодня предполагаю, я документов не видел, я просто сегодня предполагаю, что основываясь, а группа компаний и головная компания, как правило, как правило, дорогие друзья, я повторю, выполняет свои обязанности, свои, то, что говорят об этом. Я уже не говорю о том, что Юницкий, если он сказал, то он и сделал. Он разобьется, можно сказать, как народ говорит, доску, но сделает. То в этом случае предоплаты идут не на инвестирование в ЭТП, а на различные покрытия расходов, которые связаны с проектированием. А все, кто с кем заключается договор, они прекрасно понимают. Возьмем простой пример Индия. Ведь смотрите, предоплата произошла, они понимают, что сегодня в Индии еще только нужно спроектировать экотехнопарк, который предполагается там по соглашению и по договору строить адресные проекты надо делать. Где их делать? В Индии сегодня их делать негде. Будет делаться в КБ, будет делаться в Минске, будет отрабатываться пока еще на экотехнопарке, значит, они туда пойдут. 5% это на усмотрение, 5% это сумма, да, от проектной стоимости. И на усмотрение стороны, то есть группы компаний, то есть на усмотрение GTI. Поэтому, естественно, они идут прямо и косвенно идут в ЭТП. Светлана, а продать часть акций на вторичном рынке ориентировочно когда можно будет? Вы знаете, ориентировочно по-всякому может быть. Я полагаю, опять-таки, мой прогноз, что к концу года, скорее всего, создастся такая ситуация. Я всегда говорю, что вот для меня, я прогнозирую, когда, не раньше, во время, в конце 10 или на 11 этапе. Уже имеет смысл компания это делать, если у нее есть время и возможности. Сегодня уже туда не будем вдаваться, у нас сейчас время кончается, скоро, да. Вот, но я запишу этот вопрос, я его еще раз, я еще раз на вебинаре его вам покажу, когда имеет смысл, значит, вторичного рынка, открытие вторичного рынка. Вторичного, вторичного рынка. Мы еще порассуждаем, тут кое-что еще сегодня, так? Значит, а продать часть акций на вторичном рынке? Ориентировочно когда закроется корневая? Танат, вы знаете, вы уже задавали этот вопрос, я понимаю, вы все дамы, как бы, такие, с крепкой, с крепкой основой, когда ориентировочно, скажем, никто сегодня, даже Анатолий Эдуардович Юницкий, сегодня можно сказать, слушай, это будет, ну, допустим, там, 1 сентября, там, или 25 октября. Должны быть условия. Мы сегодня только можем говорить об условиях, когда закроется, или когда, значит, закроется корневая, или не корневая компания, а когда закроется, скажем, могу сказать, когда 73 миллиарда 492 миллиона, разделите вот эту всю сумму пополам, и минус одна акция, тогда группа компаний Skyway, Global Transport Investment и Юницкий Corporation станет перед вопросом, что делать? Пускать ли теперь в оборот, вот, из 70%, вот, из этой части, а, значит, делать еще третью компанию, или же, все, закрываем, друзья. Обещано, что закрывается, когда кончается выдача залогов под инвестиции за счет акций здесь и здесь. Может создаться ситуация, что чуть больше половины будет выдано, но тогда надо будет решать, как это сделать. Есть разные приемы, как это делать, но фактически могу сказать так, что я сегодня понимаю так, что когда закончится и здесь половина минус одна акция, количество акций, которые выдаются на под залог. Вот такой мой ответ. Значит, я говорил, что 5% авансовых платежей пойдет для каких-то... Да, конечно, туда идет правильно, я тоже это повторял. И так написано в бизнес-плане. Авансовых, они предоплатами называются, а не авансовых платежей, как правило, авансовых платежей, это несколько другая вещь. Цена акции на вторичном рынке, кем будет устанавливаться? Вы знаете, на вторичном рынке, значит, Лидия, если вы думаете, что под вторичным рынком это как бы внутренний рынок компании, то об этом я тоже говорил на вебинаре. На следующем вебинаре постараюсь об этом тоже сказать. Цена на внутреннем рынке. Рынке. Значит, я всегда это рассматриваю как вариант, когда... Ну, рассматриваю, как я владелец компании, когда мне это выгодно. Когда стоимость, расчетная стоимость инвестиций, как бы акций, которые выдаются под инвестиции, становится в таком уровне, что мне проще пользоваться, не выдавать под будущие инвестиции. Понимаете, да? Отсюда акции. А сделать вторичный рынок и начинать достаточно заманчиво предлагать инвесторам не свежие акции, а вернувшиеся обратно с уже выданного рынка. Понятно, да? То есть, это значит, что я чуть-чуть, как бы, предлагаю людям уже продать внутри акции, внутри компании, да, сдать их под цене, которая меньше того, что я предлагаю под инвестиции как залог. Вот и все. Я немножко витивато рассказал, но надо схему, на схеме надо показывать. Ну, а те, кто понимают, как торгуются. То есть, скажем так, мне проще купить у Иванова, если я компания Евразия Норелская Висисцем Сколдинг-20, мне проще купить у Иванова, я, во-первых, не отдам Петрову под его инвестиции свежие акции отсюда, то есть я немножко приостанавливаю этот процесс, да, а чуть дешевле покупаю, чуть дороже продаю. Вот и все. Условно говоря, создавая, вот тогда уже начнется продажа. Не вопрос, это утверждение. В конце года кем будет основана второчная ручинка? Так, ориентировочное утверждение. Родион, где-то я читал, продажа акции будет вечно 100 лет. Да, почему бы и нет? 100-200 лет, все может быть. Ну, да, и через 100 лет Сергей тоже. Чем ближе цель, тем дальше наши дивиденды. Да нет, Родион, не надо быть пессимистом. Вы понимаете, что мы живем в квантовом мире. Значит, вы знаете тот анекдот про поездку в трамвае, когда ангел, ангел, исполнитель желаний, его, значит, высшие силы послали на землю и говорят, слушай, выбери простую женщину, посмотри, выполни ее желание. Он с блокнотом, прошу прощения, не выключил скайп, значит, посмотри ее желание и так далее. И он смотрит, он стоит и готов уже записывать и смотрит, что она желает. Ужас, не буду повторять. Кто знает анекдот, знает, что там, что у нее в голове было. И он пишет, да. И потом эти желания исполняются, к сожалению. Она потом удивляется, почему у нее там муж ушел, почему там дети, свиньи и так далее. Чем ближе цель, значит, закрытый корневой, это значит, что больше не будет принимать инвесторов. Нет, почему? Да, может, но не будет инвесторов под эти условия, дорогие друзья. У кого как, Геннадий. У кого-то с дисконтом 600, у кого-то другой дисконт. Все зависит от того, с какими пакетами вы работаете. Действительно, витивато сказали, да. И на вопрос не ответили. Так, Людмила, ну давайте я попроще тогда скажу. Просто не сказать, надо показывать. До конца года будет несколько десяток, но это не то. Ну, понятно, сказали. И на вопрос не ответили. Пример или 20, или 3, или 5. Один цент, я вам привел пример, что нужно для этого, Людмила. Один цент, чтобы получить здесь, Евразия Нарелского Асистенс Холдинг, должно поступить прибыли 600 миллионов. Вот и все. Приходите на следующий вебинар, там я в цифрах вам покажу. Кто устанавливает? Людмила, ну я же вам объяснял, кто устанавливает компания, внутренняя компания, которая открывает этот, и она только имеет право это делать. Или в данном случае Global Transport Investment может сделать, потому что она является владельцем с этой стороны, учредителем обоих компаний. Она может сделать. Евразия Нарелского Асистенс Холдинг, Евразия Нарелского Асистенс Холдинг 2. Это внутри компании идет. Только владельцы умеют это право делать. Цену вторичного рынка, я еще раз говорю, устанавливается бизнесмен. Тот, кто считает, поскольку сейчас, с каким дисконтом, а по дисконту мы помним, что у нас на девятом этапе усредненная, так называемая усредненная стоимость моей инвестиции. И когда я инвестирую один доллар, один доллар инвестирую, то стоимость этого доллара для меня обходится чуть меньше одного цента. Чуть меньше одного цента. Поэтому я утверждаю, что компании пока невыгодно это делать. На десятом этапе это будет уже чуть больше одного цента, почти полтора цента будет, да? То тогда компании будет выгодней у меня купить за 0,8 цента, то есть чуть дешевле цента, а продать чуть дороже цента. Понятна логика, дорогие друзья, но по-моему это элементарно, ватсоны. Купить дешевле, продать дороже, вот и все. А это надо смотреть, каковы дисконты на данный момент, на данном этапе в компании. Я на примере это показывал, каковы дисконты и когда выгодно компании покупать. Так, есть ли еще вопросы, дорогие друзья? Так, у нас тут с вами уже до адресных паролей мы сегодня не дойдем. Но давайте здесь тогда сейчас пока и остановимся. Есть ли еще вопросы? Так, Людмила, кто устанавливает цену? Так, больше нет вопросов. Ну, дорогие друзья, я прошу прощения, что у нас тут была осечка в начале, там пару минут, да? Вот, если вопросов нет, я полагаю, приходите, кое-что будет сказано и на телемосту, который будет в субботу 20-го числа, да? 20-го в 12 часов, если я не ошибаюсь. Посмотрите, в личных кабинетах есть. Я сейчас сегодня не уточнял, там был вопрос, что может быть дата, вернее время будет немножко изменено. А так пока вот по моим данным это 20-го числа в 12 часов. Там будет тоже об этом кое-что сказано. Так, есть еще вопросы? А, есть, ничего, ничего, постарайтесь, спасибо. Понятно, есть ли смысл их продавать? Ну да, вот в том-то и вопрос. Есть, я вижу, что есть, значит, Людмила, смысл продавать. Я вам показывал, почему. Что это начинается, тогда компания как бы сдерживает интенсивность выдачи свежих акций. Вот в чем вопрос. Для этого создается вторичный рынок. Один цент – это прибыль. Не прибыль. Один цент – это дивиденды, я вам говорил, что один цент – это как бы дивиденды. Татьяна К. Один цент. Относительно чего это вы говорите? По одному центу или нет? Понятно, есть ли смысл их продавать по одному? А, по одному центу. Ну, почему? Есть. Вы же сегодня продаются меньше одного цента, если говорить о продаже. Понимаете? Мы приобретаем. Посчитайте, по какой стоимости, значит, усредненная стоимость сегодня, так называемой, моей инвестиции. Не продажи. Продажи нет, дорогие друзья. Я рекомендую вам разобраться в том, что происходит. Продажи нет акций. Мы сдаем инвестицию. Она кажется, на первый взгляд, что это продажа. Это фактически я даю инвестицию, получаю под это акцию. Так, что там? Ох, я вам тут быстро что-то есть. И не скажу, что сам будет скупать акцию. Да, в двойной цене. Какой-то момент будет, когда он это будет делать. Почему бы и нет? Он уже... Ну да, да, да. Не буду за него говорить. Вот, Владимир, покажите, пожалуйста, еще раз пятый слайд. Пятый слайд. Сейчас покажу вам. Вот пятый слайд. Одна сумма – это Евразия Нарелевская Весистинс Холдинг 2. И вторая сумма акций во второй компании. И это как раз вместе дает... Вот она. Одна сумма. И вот она, вторая сумма. Это все вместе. 133 миллиарда. Это есть эти 30%. В одной... Одна – это здесь 18,33. Мы все время говорили, что 15,15. В 18,33 и здесь 15. Потому что вот это... Б акций здесь... Извиняюсь, здесь неправильно. Здесь 33,33. Вот здесь ошибку я оставил еще. Прошу прощения. Здесь 33,33 Б акций. Вот от этого акционерного капитала. Разделите это на это, получите... 33,33. Спасибо за вопрос. Так, добрый вечер, уважаемый Владимир. Вчера была вот такая инфо в чатах. Заинтересованы инвестфонды. И на венчурных инвестициях поставили ряд условий, при выполнении которых они... Так, 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 что-то... Они готовы купить обязательного инвестора уже с осенью? Да, 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 да. Да, конечно. Они-то могут ставить условия. А примут ли ведь... Что такое... Значит... Вот если бы я был этот фонд, какой-то из этих фондов готовый... Ведь ходят эти самые акулы уже... Видите, это хорошая очень индикация. Ходят акулы, которые хотят. Они-то думают. Они-то еще не разобрались. Мы с вами разобрались. Что, смотрите. Они почему ходят? Потому что они говорят... Вот зараза. Смотри, этот проект так хорошо развивается. Давайте-ка мы выкупим. У нас деньжата там валяются. Сделаем... Станем здесь больше на одну акцию и начнем юнитскому мозги морочить. Здесь возьмем на одну акцию больше. Опять начнем мозги морочить. Я утрирую. Для того, чтобы понятно было. Понятно, да? То есть они хотят... Даже если они здесь уже 20% обретут, уже с ними надо очень серьезно разговаривать. Понятно, да? И они могут даже в этом плане как бы, ну, очень много повлиять на... Как бы начинать диктовать условия при выходе на IPO. Вот что очень важно. А мы заинтересованы выйти на IPO наиболее выгодными условиями. Вот в чем вопрос. Они начнут там свои выгоды ловить. Тут математика очень такая тонкая. И давайте сейчас пока туда не вдаваться. И купите больше покупки в виде квартиры или машин. Ну... Так, всем спасибо. Так, это слова... Спасибо, да. Надо еще вас слушать. Все понятно. Слушайте. Слушайте, прислушивайтесь. Задавайте вопросы. Насчет дивидендов на акции «Газпром». Да, правильно. Видите? Очень хорошее сравнение. Спасибо. Без... Кто там задал этот вопрос, не вычитать ваше имя. Прошу прощения. То есть это правильно. Спасибо за вашу, как бы, информацию. Так, дорогие друзья, я сегодня должен закончить. Как бы неприятно мне было с вами обобщаться. Надеюсь на взаимность. Благодарю вас. Желаю успеха. Закончить эту неделю. Каждый последующий день. Удачи вам. Благополучия вам, вашим близким. Доброго здравия. И до скорых встреч на следующей... И до скорой встречи на следующей неделе. В чате вы тоже можете задавать вопросы, кто участвует в чате. Целевые проекты. Всего доброго.